Мы обычно смотрим степень соответствия вот этим требованиям существующих, что будем менять, каких точек. Вот это вот 12 таких вот точек, которые я обычно намежаю, вокруг которых мы крутимся. Что мы будем смотреть? Будем ли мы? Потому что отсюда потом сами, в принципе, тоже не просто выбирайте список, а надо смотреть все-таки, что ближе к вам. Вот. Это и часть организационной культуры, и разрешение проблемного поля в организации проблем. Вот как придется решать, иначе это гибель. Подходы к формированию гибкости системы, аценка персонала, аценка уровня развития конфиденции, это тоже элемент системы оплаты труда, каким образом это производится. Учитывается ли мотивация сотрудников, и на каком уровне, в каком виде, может быть, учитываться. Может учитываться. Вот. Связь результатов проекта я уже говорила. Мотивация за пределами должностных обязанностей. Надо ли это вам? Или это лишнее? Нет. Обеспечение высокой интенсивности труда. Не всегда она, к сожалению, таковой является. Все-таки мы на работе будем работать, а не просто общаться в конкурсных условиях. И там, обравить какие-то моменты оставаться после работы. А вам говорят, а мне, пожалуйста, докладу сделайте. Я с одним заводом работала, когда мне главный инженер подводит, потому что, да вы посмотрите, вон они все стоят. А потом все буквы выйдет и будут говорить, а мы же на заказ работаем. А класса должна быть в плане. Он тарифный. Мониторинг оценки деятельности каждого. То есть не только оценивание, но и оценивание результатов, но и оценивание прогресса какого-то. Изменение и измерение критерия процедки. Информационная прозрачность, формирование, реализация, развитие самой системы. Но и стратегическая ориентация. Спасибо.